добрый день добрый день получили книги да вот я вижу все 38 спасибо большое доволен очень-очень доволен книги понравились радость нет предела да понравились вот листаю как младенец в новом мире и все книжки пока пока просто так глажу их руками сверху будет уже начал читать с вашей первой книги все записывается выставляется в интернет вы не против да да я знаю я не согласен я просто отключаюсь так говорите да 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 я поэтому у меня вопрос можно сказать единственный и ну который сейчас будет менять мою жизнь мою жизнь точнее он уже поменял когда я уверовал христа когда у меня там прошел один случай и я уверовал христа после этого случая вера начала моя укрепляться вот сейчас подошел коренным образом к изменению моей жизни вот я как бы хочу у вас можно сказать советов спросить как ну я понял что знаю что надо полагаться на евангелие на источник христа как он скажет ну какой то знак будет или как это получится что если изменю сейчас свою жизнь что будет или можно или менять свою жизнь я сейчас я в силу вооруженных силах в это войском звании офицер вот у меня заканчивается таком так я знаю что военная служба ну не христианское это дело не христианское я знаю чем мы занимаемся это не сказать что христианское и такое такое дело которое мне всегда всю жизнь детство начинали говорить на самом деле я не знал чем мы будем заниматься на самом деле я просто почему-то верил в это верил верил вот и все думал что это военная служба это ну такой оплот на котором будет стоять весь весь наш мир и где то уже более стал старшим через лет пять после того как я поступил в военное училище только начал потом понимать зачем созданы вооруженные силы ну когда нам преподаватели уже начали говорить и что вот вы мы вас обучаем для таких-то целей ну более так жестко начал говорить и я только после этого начал осознавать куда я попал вот я сейчас соответственно попал закончился у меня контракт точнее заканчивается у меня контракт контракт но я считаю что как на меня потратил потратила родина пять лет и я потратил отслужил честно отдал долг родине пять лет я как бы не знаю что мне дальше делать понятно что как и как вы и говорили я честно отдал родине от меня не привет нареканий в сторону меня никаких нету и что не делать как не будет в этой ситуации а вы что заканчивали я военное училище заканчивал но какое где в каком городе не катеринбурге как она называется полное название екатеринбургское высшее астерийское командное училище понятно но вы в то время когда поступали вы же не не были христианином нет не был абсолютно не знал вас абсолютно не знал что даже есть такая вера мы почти по житиям святых считаем лонгин другие они когда уверовали будущее военным это они все оставили и стали жить по христианским тут вопрос сразу надо менять кардинально что требуется для этого вы сами узнаете спросите был какой контракт никаких контрактов быть не может моя жизнь изменилась прежнего меня нету все чтобы не требовалось потепотерпеть у меня будет будет высчитывать себя это не имеет значения если скажет вы это да давайте скажи я воевать не могу ну там канцелярская работа там какая-то спортсмен это можно там тоже есть какие-то специальности даже в любой военной организации которые христианин может делать на пекарне работать это бы не быть наводчиком корректировщиком огня не подносить снаряды не убивать все остальное ты можешь копать окопы ползли на минное поле спасать раненых это похвальное дело вы сами посмотрите если вас никакой возможности нет остаться подать немедленно рапорт и уйти ну и старское время было также подавали рапорт и уходили как игнатий причининов он же военный был можно значит можно подойти к начальству и спросить если другие ваканские должности не касающиеся убийства людей да только так вот у нас было вот так вот отец у него милиционер но если туда потянулся но какая работа то он такой его в армию не брали нигде он какую-то дали канцелярскую работу кончать там женщин много военном деле можно настолько найти это в ведомстве работы просто христианское госпиталь военной военный госпиталь ну надо специально за этого иметь а вы что умели только разве стрелять вы может еще что-то умеете там делать строить квартиры для военных это гражданская специальность я вот во время службы в армии был техник смотритель воинских зданий ракетных войск дальнего востока а у меня всего лишь техникум был мне это не мешало я уже в то время еще не знал евангелия но говорю что такая должность вот была она одна была на весь делать и чтобы квартиру получили офицеры сами посмотрите возьмите этот каталог реестр у них и там же много можно найти как и в деревне в любом месте один комбайнер другой за коровами ухаживает а третий режет колбасу делает вороны силы для одной цели предназначены вот и все если ты стоишь на другой вакантной должности могут могут тебя перейти на равнозначную должность так как ты служишь по контакту ну если ничего нету другое предназначение ничего если нету такого христианского просто уйдите и все на этом подать официально рапорт перейти на другую работу и объяснить не какими-то ну там болеешь или что-то сослаться на то что я уверовал во христа православных христианина не могу участвовать в убийстве переведите меня на альтернативную и все у меня в последнее время возникало такое чувство что я православный христиан я обучаю лично создавку есть подчиненные которым я говорю для чего они для чего я их обучаю я их обучаю для одной цели защищать родину а зачем как я буду защищать родину мы будем снарядами мы будем снарядами об этом я под этим роликом это который разговариваем я вам поставлю там будет называется о войне я уже выставлял это все данные и вы это можете написать в заявлении даже в армии у нас наши ребята когда призывает альтернативная служба это законодательство государственный закон российской федерации позволяет мне это делать любому но не прежним вы уже быть не можете это определенно надо сказать сами посмотрите даже в гражданской работе есть такие работы где христиане не может быть там в обвинной промышленность там готовят там как и спирт завода у нас тут приехал один а у них пивзавод а он электриком работает я говорю но если электричества там не будет пива будет не будет значит ты тоже помогаешь содействуешь он отравляет людей он ушел оттуда сразу и все вот надо очень тонко так рассудить ты пиво конкретно если бы они готовили там хлебы один вопрос а то пиво пиво готовят он пивзавод да больше ничего нету ты отравляешь людей вы сами посмотрите конечно было бы лучше всего это уйти чтобы даже косвенно не касаться этого я не могу что-то у вас плохо видно стало там посмотрите еще ладно вы старайтесь и шевелиться ровно сидите она становится хотя бы видно будет а то перед она за вами не успевает передвигаться у меня было в новосибирске когда я работал строительным рабочим то и друг приводит на другое место работы попросили большие фотографии игра почему а это говорят пропуск а почему такие фотографии то большие а это военный завод военный завод строит я пошел узнал подробно оказалось действительно так военный завод мы закладываем фундаментом подстанки я тут же повернул назад а советское время это было не просто так я повернул назад и на выход пошел сразу написал заявление я увольняюсь почему военная промышленность мне я не участвую я пацифист и все на этом никогда стой на одном месте я этого делать не могу даже заключение даже совершенно не имея никакой свободы ты можешь быть христианином и христианин я значит должен проповедовать а написано убей врага своего и не не то что борется ну вот так тема закрыта вопрос сказали теперь сами посмотрите вопрос важный и он решается кардинально и при том сразу помолиться надо никаких советов ни у кого спрашивать не надо это прямое повеление божие а то у вас то будут такие советчики что вас загонят в угол писание говорит об этом не надо мне все говорят что я генерал у нас знакомый был один он не понял контрактником контрактником я желаю чтобы голова была отрезана ты пойдешь ты еще будешь делать то войны как правило почти все не все несправедливые бог это допустил а кого защищать то грязь да мразь на улицу выйти страшно надо молиться молиться и и бог так проведет вот ездили долго на владивосток а потом всю страну в том направлении были интересно как вот мы проехали горнулись когда один год на следующий год там наводнение хабаровск а мы могли поехать тот конец туда крымск к списка вот а мы поехали туда то когда туда приехали а там говорят а у нас на наводнение было в прошлом году в прошлом то есть мы приехали ровно на один год позже когда у них наводнение было а оттуда уехали наводнение через год позже нашего отъезда как бог бог сделал а мы этот график себе не составляли просто помолились и поехали но поехали в нужном направлении Бог так направил. У нас нынче были затруднения с поездкой, ну не нынче, а в 14-м году. Везде нормально открыта виза шенгенская в Великобританию. Ни на чем задержка. Не такое там приглашение было от пастора, чтобы я у них на конгрессе на каком-то выступил. Там что-то у них такое. Число не поставлено там было. Бумага-то. Отпечатки сняли, мы заплатили деньги там большие, ну как положено. Съездили в Новосибирск. Задержка. Мы кое-как паспорта вырвали. У нас шенгенская зона пропадает. Мы вообще остались без партпортов. Они паспорта-то забрали. А дорогой оказалось, что у машины сломается мотор. Какая-то шестеренка передач там топлива внутри. За рубежом никто никогда не отремонтирует. Но ладно, мы оказались в Швеции. Там с эвакуаторами сумели добраться до порта. Переплыли в Балтику и в Литву. И там опять эвакуаторами уже знали, притащили в Калининград. А это уже российская. И там отремонтировали. Из Англии вообще бы мы не знали как. А на эвакуаторе ровно в сто раз дороже, чем ездили, когда ехали своим ходом. Теперь только мы осознаем, что бы было с нами-то. А бросить машину никак. Машина с грузом. У нас собака, корм. Сами здесь. Машину никак нельзя бросить. И притащить нельзя. Вот мы кукарекали бы, сидели там полгода. Так что, да, смотри, как чисто стало. Вот я уменьшил. И вы не шевелитесь только. И оно лесу, видать, уже нормально будет. Это у меня Володя снимает. Сядь, покажись поближе-то. Накладись. Мир вам. И вы, я вам всем говорю. Мир вам. Как христианин, старайтесь никогда бороду не трогать. Как христианин. Тем более православный. Посты строго соблюдать. Уповай на Бога, и Бог тебя проведет. У меня получается посты соблюдать здесь. Правда, это латно, но получается. А вот бородой пока здесь. Я вам еще скажу. У вас книга есть там к истинному православию. От меня получили. Она такого бордового цвета. Вон она, кажется, стоит. На этом. К истинному православию. И там в оглавляниях, посмотрите. Вон она, кажется, около красной стоит. Такая корящая. Может быть, не она там. Вот. Ну, где-то к истинному православию. Это отдельно. Увидите. И там есть такая статья. А я говорю вам, любите врагов ваших. Вот эта статья главная для вас. Там все абсолютно есть. Все. Если вы ее прочитаете, то больше и делать нечего там. Все данные. Напишите рапорт так, чтобы сошлитесь на места писания, на закон Российской Федерации. И у нас отказа не было ни одному, ни разу. Нигде. В разных областях наши люди. Никому нигде. Потому что это благословение. У нас были военные. Они ушли оттуда. И все. Ну, это я как-то не понимаю. Ну, да. Я перечитал. Ну, ваша книга уже начинает. И вот там. Там все есть. Абсолютно все. Я говорю, любите врагов ваших. Да. Это к истинного православия книга. Еще какие вопросы? Все вроде бы? Ну, да. У меня один такой большой вопрос. Как вы вышли? У вас откуда мой пароль? Пароль-то на скайп у вас откуда? Как вы вошли? Мы же раньше не разговаривали. Ну, я сейчас уже не помню. Я давно. Как-то вошли вы. Нет, нет. Вы у меня давно уже в друзьях есть. Это очень поздно. Вот если у вас будет еще возможность, желание еще войти, то заходите на три часа раньше. На три часа раньше. Это будет как раз. Ну, когда накопится, там, может, через месяц где-то так. Чтобы было. Ну, если ничего нет, все, прощаемся. Вопросов у меня много к вам. Ну, так давай. Вопросов у меня много к вам. Нет, нет. Я сейчас просто, вот, у меня такой вопрос единственный. Остальное я тиражку с собой не взял. У меня она на службе есть. Я просто там оставил ее. Я не ожидал, что я вам позвоню. Я не ожидал. Я вот. Меня активно мучило на душе. Вот я решил вам позвонить. Что мне делать. Я думаю, что сейчас уже подходит к этому сроку и рапорт нам подавать. Вы только Бога не искушайте. Если вы решили, вы позвонили, мы поговорили, вы уже прежним не можете быть. Эти слова, которые я вам сказал, накладывают на вас большую ответственность. И это, от этого зависит ваша жизнь. Вот и все. Это я понимаю. Вот услышал. Прямо сегодня ночью уже напишите заявление и обдумайте хорошенько и пойдите. Советов никаких вам не надо. Вы советуетесь только с Богом. Потому что этот вопрос слишком ясно объяснен Богом. А советовать что будут? Просто где я служу. Ну, советовать. Мне все говорят, что я генералом стать. Я подумал, что настолько военный. Другого жизни по меня не видят. Потому что я исполняю воинский долг свой. Таким должным образом, чтобы в мою тягость никто не сможет изнести. Очень. Я суров очень к себе и к своим подчиненным. Мне все говорят, что я доходит до генерала. А я говорю, вот на что у меня окончание контакта. Я говорю, я с вами попрощаюсь. Все шокированы от этого. От того, что я сказал. Это один стал баптистом. Вот такой же был. Он говорит, я только на кулаках. Я бил, говорит, я до призывников там матерился. А потом, когда обратился, то вышел к ним и стал просить прощения. Ну и подал, и вышел в отставку. Да он всех удивил так. Он так крутой был. Он кто-лип, прапорщик или кто-то был. Ему даже не поверили вначале. Ну, знаешь, что он слово сказать без мата не может. Очень такой мужик-то был. А он уверовал. Даже будучи баптистом. А православный тем более, ты святых отцов можешь посчитать. Ну, все на этом. До свидания. Больше не будет. Сегодня интересно, сколько людей пришло. Что, все, я ключаю? Да, все. В следующий раз. Уже поздное время. Продолжение следует.